приветствую танкисты и пилоты по многочисленным просьбам в комментариях и в чате на стриме я решил сделать гайд по штурмовке в совместных реалистичных боях так как штурмовка в целом очень обширная тема я поделю видео на три части в первой части я расскажу о том как бобрить танкистов во второй части я расскажу все что я знаю о неуправляемых ракетах ну а в третьей части видео я расскажу все о правильном использовании курсового вооружения и так как попадать бомбами прямо в цель для примера я возьму п-47 thunderbolt с бомбами на два сброса и мы перейдем в полигон и так для начала нам необходимо при заходе на цель набрать высоту примерно 500 метров после чего мы направляем самолет на цель под 45 градусов и приближаем прицел к цели ну а теперь как научиться попадать необходимо скидывать бомбы примерно как на этом моменте между краем лопастей самолета и прицелом в центре экрана таким образом вы увеличите процент попадания вплоть до 100 процентов но вы должны понимать что у вас навряд ли получится попасть в цель с первого раза поэтому я рекомендую потренироваться в полигоне прежде чем идти покорять летку в совместных боях теперь же немного теории самыми простыми популярными подвесами являются бомбы на 100 250 и 500 килограмм так как они встречаются на большинстве штурмовых самолетах и хорошо подходят для ранее показанном типе штурмовки теперь же перейдем к штурмовке неуправляемыми ракетами для примера я возьму британский халкат мк-2 с шестью ракетами хвар на борту но прежде чем вылететь в полигон для штурмовки ракетами вам необходимо посмотреть в ангаре под крылья и запомнить примерное расположение хваров на крыльях самолета расположение ракет мы запомнили теперь переходим к самой штурмовки в этот раз нам необходимо подняться на высоту 700 метров и направить самолет на цель примерно под 70 градусов после чего также приближаем прицел и смотрим на черточки в прицеле теперь после ранее вами заполненной информации вам необходимо взять поправку на цель в зависимости от расположения ракеты под крыльом самолета это делается потому что пуск ракет происходит чаще всего по две штуки и таким образом можно одной ракетой дать прямое попадание по цели теперь немного подробнее про эти черточки на прицеле они показывают баллистику ракет при дистанции в 400 600 800 и 1200 метров до цели эти знания очень сильно могут помочь вам против зенитчиков но после первого захода разворачиваемся и пробуем заходить на цель до тех пор пока вы не привыкнете к баллистике ракет теперь я перечислю пару самых популярных турмовых ракет и это ракеты хват советские рбс-132 и немецкий фвр gr-21 ну а теперь перейдем к турмовке курсовым вооружением для примера я возьму советский штурмовик со 8 с бронелентой на курсовых пушках также вам необходимо брать на всех штурмовиках бронеленту для уничтожения наземных целей переходим опять-таки в полигон и заходим на нашу цель также с высоты 700 метров и углом примерно под 70 градусов приближаем прицел и стреляем крыльку корпуса нашей цели и опять-таки с первого раза вас может не получиться поразить цель и вы также должны попробовать штурмовать цель полигоне до тех пор пока не привыкните к баллистике и точности вашего самолета также для примера я назову несколько самых популярных штурмовиков с хорошим курсовым вооружением для новичка это п-47 thunderbolt за сша speedfire mk2b за британию и ил 2 за ссср а на этом гайд подошел концу если для тебя это видео было полезно поставь лайк на канал подпишись и напиши любой комментарий под видео кстати ты можешь прийти ко мне на стрим и лично задать свой вопрос в чате расписание стримов описании под видео ну а я тем временем пойду делать новый контент